Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями Ленинского района. Мэр подвел итоги прошлого года и отметил, что упор стоит на ремонт теплосетей и дорог, а также на строительство школ и детских садов. В первый год мы выполнили чуть менее 1 км сетей, в этом году чуть более 20. А 20 км сетей – это автоматически и отключенная горячая вода. И как факт, зачастую в первой этой дороге абсолютно понятно. Константин Шестаков сообщил, что в этом году благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяка в городе ремонтируют и строят стадионы в 35 школах, а в 47 детских садах устанавливают новые теневые навесы. Продолжается ремонт и городских дорог. Полстово – это одна из больших дорог, которые были важны. Махалина, может быть, кто-то знает, я тоже пристос в этой церкви, которая находится на какой-то улице, в оборонительном состоянии. Там была разрушена сама Левневка, но, соответственно, достаточно крутой рельеф. Они идут от дома 43 до 18. Помезено от 5 дома по улице Ломоносова до Некрасовска 50. В ходе встречи жители задали волнующие вопросы и высказали свои предложения. Одной из поднятых тем стал недостаточный поток общественного транспорта и остановочных павильонов в районе. Константин Шестаков дал поручение увеличить трафик и рассмотреть установки коммерческих остановочных павильонов. Следующим вопросом стала отдаленность школы номер 80 от Зеленого бульвара. Мэр поручил уточнить количество учеников и при реальной необходимости организовать школьный автобус. Напомним, встречи главы Владивостока с жителями уже состоялись в Первомайском, Фрунзенском, Советском, Первореченском районах и на острове Русский. Это позволит команде администрации узнать о проблемах, чтобы учесть необходимое финансирование при формировании бюджета на последующие годы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.